12 пёры, а у самих бегают 18 на узкой хвостом, на 18 пёры. Потом, что с Секуров не было 12 пёры? Они всегда были. Они были, большинство, 90% было. Голубятников, у которых голуби были наверху, голуби были наверху. Это были единицы, их сознание. Как будто все 12 пёры летают. Поэтому я решил, что дружба, дружба. Я никому ничего не доказываю в жизни. Никогда в жизни. Это мой принцип. Больше всего я ненавижу ситуацию, когда я должен кому-то что-то объяснять. Здесь я, человек, которому 65 лет, который занимается всю сознательную, даже часть несознательной жизни голубями по одной штучке, по одной штучке каждый сезон лет. Вот сейчас мы бросили чемпионов отдельно. Остальные будут до конца показывать. Ну, зло заболели. Саша, вы только что говорили. Все лет, ну слава богу, там, там нормально. Здесь заболели голуби. Сколько уже пошла? Штука 100, наверное, уже. Выбросили. А что, что летом, весной не сделали прививку, летающим не сделали? А она проходит точно. И молодые. Как будто все. Все молодые, которые лучше, которые начали летать. Все, которые не можешь. Как говорится, у русских есть поговорка, да, лучший способ выиграть спор, это избежать спор. Да, нет. Что я доказываю? Я ходить буду, доказываю, печать ставить. Нет, вопрос не печати даже. Мне это не ломит, но сам факт. Ребят, держите, если вы кому что-то доказывали. Ну, что повторяйте, то, что кто-то там сделал, там, показал в ноябре месяц. Или там человек, который, ну, взрослый парень, уваженный, наверное, не знаю, вы что. Да, я держал, вот, я держал бы, уверен, широкоходство, там, 4 часа всего лишь летает. Да, хорошо играет. 4 часа летает. Господи, ну, я что буду доказывать тебе, что 8-9 часов летает? Что с 9 утра до полдевятого вечера летает. Ну, зачем мне это доказывать? Ну, у него такие были. Понятия до сих пор не поняли. Ширококвостый, широкоперый, многоперый. Они до сих пор эти понятия не поняли. Было, в азербайджанском языке было, это не гуэрок, а что гуэрок? Чок пюрый. Это надо элитно? Нет, пястно, хватит. Если переводят на русский. А, перевод на русский, это открытый хвост, многохвостый, широкоперый. И много пюрый. Вот они абсолютно разные, эти голуби всегда были. Или, если хотят, я согласен, тогда скажем так, сделала бабай. Я же не могу того же, Сергей, который держал, Захар, который держал, который держал, а гали было у него голубей. Ну, вот видишь, вчера ты ходил, да, по голубям. Ходишь, там голуби есть такие, вот прямой хвост. Они даже эмоционально не знают. Они прямой такой, чуть-чуть открытые, эти хвосты власти. У меня были такие голуби, 30 лет там, но почеклоночку, почеклоночку, почеклоночку. Не то, что взял чего-то с параметра. Сами вытрекли. Да, я готов. Я говорю, вот опять, потом восприняну по-другому. Я готов проспонсировать любого человека. Пусть возьмёт Бакинского, 12-1-го. Вот такие хвосты. Спороть сначала с павлина. Потом спороть с раханским. Потом, не знаю, николаевскими. Потом, не знаю, венгерскими, польскими. И в конце пусть добьётся того, что у него будет вот такая фигура у голуби. Что он летал 5-6 дней, я не говорю, 8-9 суток прокатителей. Голубь один раз, два суток, один час, 10 часов, 8 часов. Мне не кажется. Ну, сколько он 4-5 часов с обидно, с игрой показывает. Пусть сделает. Ну, сколько ему лет? Ну, 10 лет дадим там, я не знаю. Ну, не Нобиевскую премию. Ну, что-нибудь я ему дам. Пусть попробует. Начинаем. А это перемешать. С чем перемешали? Слушай. С чем перемешали? Я говорю, опять-таки повторяю, миллион раз. Я говорю, ты пришёл в гости. Понимаешь? Миллион раз повторяю. А что у его отца... Вот Файк сидит. Его отец лежал, человек хвостик был. Он по одному выбирал. Там пёры были у него и шейки были у отца. Чили были у него узкохвостные были. А был отца покойный. Но, чтобы он ходил с чем-то, порывался, просто люди понимают, что должны одну вещь запомнить чётко. Я не видел, и, значит, этого не было. Это не аргумент. Не хочу ещё более обидные вещи говорить там. Да. Человек, который всю жизнь проживёт где-то и будет думать, что Жигули – это самая хорошая машина. Или местная корова с рёбрами наружу лучше, чем Адамов там. Чего-то... Ангус, извиняюсь. Ну, человек никогда не устынул. Или человек, который, да, услышал про шрак, просто пошёл, набрал на базаре там. Или у того, у пятого, у десятого. Они же тоже не все летают. Почему я ни в стадо не пускаю ни одного голубя, пока он себя не покажет? Вот посмотрите, отрезанные голуби. Они показали вот мне вот это. Ну, кроме тех, которые закрылись, и тут, что есть в этом роде, 60 штук минимум. За раз. За раз. Вот. С самого рода, что ты красишься. Да, ты потом берёшь, хвост, бросаешь, гоняешь, да. И на базар там продают все эти от этих... Я не знаю, откуда их, знаете, завезли эти гарабаши. Гарабаши были, но они по-другому были. Они какие-то сделали себе такие лодки красивые. Да. Хвост открыт. Он не летает. Декоративно. Не летает. А исходя из этого говорит, что нет, вот широкохвост не летает. Вообще мне понятно их нету. Потому что превратили это в базар. Я не участвовал в этом базаре. Они сейчас идёт борьба. Те, которые держат широкохвост. Которые разведены и газоза. Вот. Был ты у парня. Гюльман... Как его зовут? Гюльмурат. Гюльмурат. Честный человек. Да, резкий. Тоже с вами интересен. Ну, честно говоря. Честно говоря. Он поканул тебя. В час дня разогнал. Бежал. Закрылись головы. Хорошо пошли. Ну, всё за глазами видеть, конечно. Ну, вот закрылись головы. Что это не широкохвост? У него вся широкохвостная птица. У него вся широкохвостная птица. Кому что доказывать? Собычинский, да? Собычинский, да. Хороший парень. У него был ещё один клет, по-моему, из Бару Золи. У него кровь моей голубей есть. Он не знает, говорит или нет. Нет, нет. Там он говорит вообще, что есть там. Ну, да. Вот у него-то. Да, ну, он-то как-то взял, проверил. Я сто раз говорю, что уже тяжело. Что бы тебе ни дали, проверяй. Это у меня пошло от такой был Эмриали покойный. Их не дали мне родственникам. Которого, в принципе, я держал вместе. Я жмой взял, он держал. Вот он не один голубь. То есть, если даже мы именной говорят. Слушай, пришёл, мёртвый, туда-сюда. Он говорит, что-то гоняй. Ну, гоняй. А бывает, тот, что тебя хвалили миллион часов. Открываешь, он как в женской свадьбе-то. Шах-шах. Если голубь же метал по 7-8 часов. Зачем-то летит? Ты можешь поднять пару кругов, сядь, уставься. Потом уже откроется и пойдёт. И если он там, тебе там, хлопать крылья. И он не метает. Поэтому, честно говоря, я смотрю с большим вниманием, но бывает. Я смотрел, как ты гонял этих голубей. Да, у тебя свои принципы. Дай Бог, продолжай, как хочешь. Ну, по крайней мере, честно. Я, допустим, в тот день, когда ты угнал наверху, тоже с туманом. В тот день гонять вообще. Ну, потом я говорю, какой я имею право Герману говорить, почему ты их гонял? Потому что мы сами разогнали. Ну, утром было всё нормально. А к обеду закрылось делал. Сейчас идут, сейчас кучевые. Кстати, я не знаю, я спрашиваю, гонял на берегу у нас или нет. Потому что утром Закир звонил, что гоняет. Я говорю, куда ты гоняешь? Он говорит, у нас чисто, другим, Турканов. Здесь как бывает, подло бывает. Турканов чистый, да? Вот Турканов, может, разогнал, а уже закрылись, может быть? И не жужж, САВА попробуйте, там, у нас тут. Да. Поэтому, я думаю, что я вроде бы не имею права никому ничего говорить. Но мне обидно становится, когда утверждает человек, что это чем-то смешалось. Слушай, значит, вся моя работа, вся моя жизнь, значит, я мешал кого-то с кем-то. Потому что я по одному выбирал. По одному выбирал. И вот до него осталось фигур. В этом году уже другая фигура. Ты зайдёшь под сердце, не замечаешь. А все были такой, прямо? Не замечаешь. А вот за это уже другие голоди. А породы так? Другие уже голоди. Другие по форме. Три года. Вот так они. Вот я думаю, знаешь, сколько я отвёз, только кому-то давал? Эх. А сколько отдал? Триста пятьдесят. Каждый год Бабаева отдаёт. Оттуда вот сетки. Уже старые, которые уже... Он уже мне туда не гонит. А что не нужно? Я же убрал. Убрал, что отдать отдал. Разогласен, мешает их жилеты. Ну, уже всё. Я вот дал. Эти голуби, если не мешают, они вот так. Больше никому голубей давать не буду. Буду только отрывать гол. Нет, я всё поздно. Буду отрывать гол, всё, хватит. Не буду. Я голуби дал, который восемь часов, семь часов показываю. Но уже не подходит, говорю я. Всё, я уже у него выжил. Все, что он мог, он уже дал мне. Отправил Тюлькян. Тюлькян в наших гонях. Ну, голубь, который шесть лет не летал. И то, что среди них вышли, которые идут. Собрали оттуда всё раз, отдали, раздали, раздали. Приезжай забирай, ящик отдам, ящик отдам. День голубятника, да, как говорится? Да, отдал. День голубятника. Вот на берегу же есть, тут есть чёрный человек на берегу. На пляже, вы смотрите. Я вам отдал молодых, которые не подходят. Том числе такие, которые многофёры, четырестнадцать-надцать-надцать-надцать. А он получает удовольствие, вообще на седьмом небе отчасти. Он уже не видел, что там пятый полет уже на месте. Пятый, шестой полет уже на месте. Но я не говорю, как некоторые тут, после того, как ты утверждаешь, что у него голубь молодой вышел с будки первый раз. И ушел наверх в семь часов встать. Ну, такие тоже миди. Смешные. Они себя делают смешными. Ну, мы-то людям, как говорится, всё равно же стараемся верить, прислушиваться. Ну, на деле, конечно, получается всё по-другому. Нет. Верить-то надо. Но обидно не за то, что там... Я рады, что сразу пошел на работу. Я никому ничего не собираю доказать. Моё имя есть, мои глуби знают. Очень много людей держат, мои голуби. Кто признаётся, кто не признаётся. Но обидно, когда я человек 65 лет, который держу, там сколько себя помню, держу глубее, мне говорят, что этот с чем-то смешанным. С чем-то смешал. Не смешает. Знаешь, я говорю, вот сегодня вот все голуби умрут. Все умрут. Все умрут. Я возьму двух людей, хорошо? Сейчас же есть алалавар. Ты его разбил. Да, очень хочу его увидеть. Алалавар, который я втроём, 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 втроём. Пойдём на базар. Вслепую. Пойдём на базар, отберу птицу 120, наверное, потом они должны понять. И ствол разведут, то же самое. И уже через пять лет у меня будет опять такое же спадо. Вот и всё. Они даже на это не способны, понимаешь? Вопрос в этом. Люди, которые в голубях, очень мало, понимаете. Очень мало. Утверждение типа, первый год хорошо летали, второй год не летали. Это значит брак. Значит, ты его до конца не гонял. Значит, он вторую игру не взял. До конца гонять надо. До конца гонять надо. До второй. Да, 300. Не хочет его гонять в следующем году. Летний год. Он же показал, как всё нормально. Ну, говорит, потому что первый год летал, а второй год не летал. Но это уже брак. Ладно, возвращайся. Смотри. Ну, 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 ну. Я вот эти всё милые. Я бы не пущу. Или там старые басни, там, из разряда, там, ещё старики не особо сильные голубятники рассказывали. Кто-то такие басни. Ну, и что это? Что это? Бегает неаккуратный голубь. Я вот смотрю голубь. Ну, не хочу говорить. Смотрю, бегает, черехвосток коротил. Смотрю, присматриваю. А у него ножки. Если он голоногий, ножки у него здесь сбоку, в волосы, в волосы пошли. Значит, это не голоногие и не в сапогах. Я их отдаю. Они оказываются у них. Кого? Они сильно летают. Они сильно летают. Вот эти, которые... Потому что в основе моих голоногих лежали сапожки. Они до сих пор в сапожках мои голуби. Иногда дают голоног. И чуть-чуть убежали. Ну, понимаешь, должно быть... То есть, это другая лига. Я не хочу никого обижать, ребят. Если вы начали бежать, то, что любите, то, что вы уделите. А, в общем, кто-то здесь наш снимал, а Хачмазик какого-то парня. Вот у него старый бакинский голод. У тебя раньше такие были. У меня такие были раньше. Покойный был и тварь, который из-за меня взял. У него были такие голоди. Длинный голод такой. Узкий, у него плечи. И хвостил, у него много перец. Там не 12, а 15, что-то не перец. Узко-перец. Узко-перец. Вот этот у Исмаила один лего. Белый, ты не обратил внимания. Отрезанный. Он, видишь, не маченый. Не маченый. Вот это старый, бакинский, многоперый, широкохлоский. Широкохлоский. Вот из этих я разверт. Колыбей. Из этих. Они из этих, которые грудь шили на Эмбиде, а хвост как палочка. Чисто бакинский. Я ходил, вот тех выбирал. Они летали бесполезно. И сейчас. И до сих пор я сюда уже и в таком выходе, а воротки есть такие. Но я их никого, потому что они просто. Вот это голоди. Это тот, который вот Саша вот с Украины рассказывал, сделал, вот это голоди. Поэтому, но все равно я говорю. Ну зачем вы, когда вы говорите, вы начинаете с другой стороны. Знаешь, человек какой-то интересный. Я знаю. Если ты не видел, если у тебя рядом с соседями не было известно голубятики, не было известно голубятиков в этих деревнях, которые ты снимаешь. Голубятики в основном были Гала, Чуаля и в основном Бузовна. Вот эти были селекционеры. Голубятики везде не. Ну сейчас кругом голубятики. Кругом. Покажи один голод на ветхор. Все держат, все кормят. Сюда полвадцатого сижека разгонят. Где они? Знаете, один голод не имеют, чтобы пролетел. А на штат четыре. Нет? Ну нету расстояния, но больше ста метров, чтобы не было здесь голубятики. Кругого? Кругого? Десять человек. Ну один покажи, что на ветхор. Ждут, когда вы поднимете. Правильно говорю, а? Да. Ну, по слову, господи. Цель у всех разная в Голубевоске. Если у меня 10 метров расстояния, Болог не заходит в другую будку свою, если он попал кулака и сел, зашел в другую будку, да ему не нужно. Что он садится, что ли? Садится и не нужно. Не нужно. Тупой сядет, да пиздец. Поэтому добро пожаловать. Благодарим. Спасибо большое. Следим за творчеством. Конечно, есть, конечно, вопросы о творчестве, но я не имею права говорить. Видел какие-то голубые узнал, каких ты гоняешь. Конечно. А что им-то осталось из этих широкопостных у тебя? Или все ушло? Пёрка и шейка. Шейке я дал сейчас возможность пароваться. Я хочу, чтобы она окрепла. Прижилась. Да ладно. Первый вывод. Правильно делаешь. А потом только я ей брал. Она же игру взяла, по-моему. Я не брала. Шейк не. Она так понимает. А кто же игру брал? Шейк. 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 Красный. Шейк. Это значит, после обеда его не спарира гать. Он может причиселиться, но он их испарит на веку. Запомните. Солёг нет. Это большинка. Знаешь, как? Арбаши. Знаешь, сколько угодно работы надо, gaat? Рабочий проражал. Платить хочется. Такие годы были в улететь. Его любимая будка была маленькая. Помнишь? Да. Помню. Мы его сейчас расширили. Расширили. Но это обещает. Какpower keskin. Сейчас хватит. Сейчас увидим. его расширили рабочий пошел по себя подняли свидания их видишь до темноты но один вернется два вернется и все через два дня и приходит ну вот философия гона широкохвостого было бы большого счета похожи и все-таки индивидуально смотря какая линия каждого надо смотреть я могу про свои дела свои говорите конечно у вас тот опыт который у вас не у кого-то кому-то то я буду вот мы проверили первых лет как выходили красивые мы запомнили я запомнили шагу есть он уже в игре то есть начинать как у тебя я видел там стоит он бьет 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 но надо гонять каждый день не зависит от погоды но эти вещи он уже не просто переворачивается а вот уже дает такой рывок наверх играет но уже после обеда не гонять даже он я говорю на глазах у нас тысячи раз встанет уже вот уже не падает играть не падает как эти обещают смотришь уже не придет и потом те голубей которые ты умал и человек охоз почему тебе никто не звонит не позволит ну 222 лишь на шее как садить две причины полезно во первых когда он садится во-первых айс вот твои ролики наверняка они это было уже знаю и когда уже он садится это одна причина не смотрел я еще не шоколаду 1 а еще может сыграл и сел и он когда рады что к нему пришли взглянуть эти ребята которые я уважение вот даже улетают он никогда не позвонит на маленькие куски разве и вот она лепеста была у тебя ты называл чирал башок до широко я вам скажу в общем в течение десяти дней она до сих пор летала ее унесло очень далеко на ту сторону волги в километру 2 пола на воду не наживая и у меня друг он мне в течение недели говорил подходит летает вниз уходит вы с моим хочет сесть уходит 10 течение десяти дней информация была что она где-то там моталась 10 точно не сядет вот точно так же наш голубь то есть поэтому да человек когда поймает он будет видеть что она там несколько дней если она села они на байки скажут покойный опять-таки я не знаю раскалу цвет или нет маленький будет совсем там сильный ветер северный и у нас по соседству были семья жила она все дети были какие-то они очень близкие родственники были дети были все какие-то один был очень маленького роста один был вообще пара на костыляр они лежал груза лежали голубей не сараханский сами ну у меня тогда голубей не было говорится салим что ли не сараханский были они были салимы родственники хотели да и в один сильный северный ветер кто-то там что-то у этого аэшгара покойного голубей потревожил они поднялись ну один круг два круга и просто упали они отрезаны обрезаны обрезаны смесь лежит был качат помню и подержим как раз был они упали туда к нам 4 голубей принцип был такой был покойный был типом пойти сказать это было вообще что послать кого-то я могу даже там не знаю что но он не такие или голубя старым так черный был чик был и два белых я качат и дисбол который остался есть потому что кушал для был черт остальные вот на него целый день вот так вот так вот это вот так вот это было на вот это было у меня на глазах не то что кто-то рассказывает кто-то говорит что это у меня на глазах было как я сам у меня таких глубине но мои голуби тоже они я думал что ну дня три-четыре гулять прежде чем сесть куда-то да и тогда не было столько голубя здесь гулять в другом городе держится это он должен попасть кадр 13 лет такая же молодая стала ненавидит голубей молодой для него до перспективы успехов тебе конечно голубей покажут смотри ничего нового нет никакой новой линии сделали и там на берегу есть на берегу завели порядок то есть вытащил я многие так много отдал в этом году наверно в общем тысячи голубей в этом году но вот зарёкся больше не ну не так просто уже сама душа будет болеть только больным отрывали голубей еще одна будка то место там кстати первый пришел себя вот чем тяга была такая у голубей к дома да вот как раньше все-таки это от крови больше зависит или от содержания голубей до крови открою только кровь здесь голубь который наговорачил берет того он сам такой у его молодой . точно такой же молодой а это же элементарно вычистить пошло в голову и чем отличается они скорость полета и там самый главный футбольный а также это более декоративный голубей ближайшее покажем по торговой сейчас открою какие-то качества теряя они еще один не лет они стоят отдельно обладали допустим так говоришь я всем дали давно не помню у известных голубей тига была будка отдельно одна который не для лета а для чего бы для вывод ма они яйца подкладывали и они вот сейчас ноги держат этих драконов потому что они за этими хорошо наши голуби с годами теряет вот это вот мои конкретно теряет это материнский инстинкт они уводят ухаживать за молодыми знаю да старше еда еды полно еда разнообразная а он нужен берет постоянно голодный глазами искать бегать кормить и вот чем красивее мои голуби тем меньше они вот эта проблема реально я могу поделиться хоть но может быть вот это зависит от может быть не от того что они такие красивые от того что просто содержание услуги потому что они не бегают за клуба и значит вот это время там корм и корм еще перед ним даже раньше считалось и корм не ложен перед другами оставаться ни в коем случае на корме поели еще чуть-чуть бросить поели все а сейчас в этой штучки кормушке стоит ли корм они из-за молодых кормушке а он сначала судил друг набивал бежал вот так пошел и пошел и вызвать зарежда стрелка и быстро быстро улетел приходами для тебя покажи пока нет вот это это уже не известно говоря не а раньше были голуби вот у меня тоже вот как только она села на эти вывела к тизе 8 7 6 а как говорят двенадцать часов летает ну и ты убей ты из будки не вылетаешь а вот вылетает обратно как не будет летать обратно здесь есть вот эти надо было ценить свое время мы не ценили эти вот считаешь любой момент я вот аспект должен летать точно так же как говорят аудио есту голубей он разогнал полетела 20 разу не нет языка она живут болит вот голова сейчас вот или не мой год вот каждый вот так летают поднимается 8 летает играет к тому же еще а вот маме сначала лета вот так или кому-то мне ни в коем-корресе нельзя подкармливать надо а когда меняю спокойно вот эти люди говорим ну-ка сейчас минуту на тебя берут снимает в постели и дает по задней тебе вези летать ну что-то звонить чуть-чуть должно чтобы желудок не сосал кушать да ну да но он же что-то что-нибудь там легче сам пойдет не надо больше на гидар бабай вопрос такой может быть смешной как-то я сидел с одним голубятником бакинскими живет россии взрослые и мы разговорились на ту тему что птенцы бакинские голуби подкладывали под почтовых голубей почтовых выкармливали но из того что как мы говорим что почтовых есть тяга к дому то есть может ли влиять зубное молочко какими-то там не знаю чем-то когда они кормят бакинских голубей именно на ту преданность к дому вот что-то через зубное молочко может переходить от генов почтовых это не напоминает этот как один пошел установил чернокожего вот это в детдоме приводит ведь жена бит а ты почему он вырастет научно английскому языку как будто у него уже английский язык свалочка ну может быть что-то призовным молочком я я не это надо спросить с ученым может быть я не знаю но у нас тоже здесь сейчас бывают спады раком когда ты видишь летать почтовых да среди их попадает один год вот зубное молочко или не зубное молочко он иногда отрывается от этих почтовых дает винты сама с ними летать но вот это у него крови на это он уже просто снимать человек говорил поэтому вопрос есть в голове неинтересно но это надо наука сейчас очень далеко продвинулась по голубям наука точно я из этого примера но если ты русского я здесь данного парня которого установили свое время азербайджанская семья он по-русски не говорит не говорит по-русски чернокожая женщина белого мальчика кормить молочком да это на уровне генов но зубное молочко я думаю что на генетическом уровне не влияет глаз глаз это глаз или память это сто процентов сто процентов на генетическом уровне это через кровь передать по генам это у нас бывает так и но в голубях разные бывают обижать голубу ходить есть это другая тема отнимешь молодых или от самки разлучишь или самка от самца поднимется улетит ну нибудь даже палка из ударщика у голубей все равно у многих голубей не у многих присутствует очень сильный интеллект у некоторых голубей привязанность к еде допустим те старые голубяки говоришь прилетит я говорю как туда да там хлебом кормят у них пшеницы нет то есть он уже знает то это как бы ты понимаешь такие вещи есть может меньше становится таких уже поэтому я считаю что зубным молочком многие считают что птичевого молока нет зубного молочка же есть да что-то может передаваться но я не думаю что память может передать для Саши тоже так не думает может быть какие-то может стойкость болезни запуска когда прививаешь допустим сейчас все растения многие гибридные прививаю к чему-то потому что он привезет к болезням и не простой то же самое может зубное молочко передает что-то но не память я не думал хотя это надо эксперимент будем проводить эксперимент у меня пшар и будет много раз положит к белому пусть они кормят а посмотрим они будут делать это делают играть будете вот он будет играть нет нет про игру же не говорим это мы говорим сейчас о преданности то есть я свое время я ставку делали на тех голубей которые например поймал чужого который долго вот не садился никому да или через какое-то время прилетел обратно я всегда вот именно эти голубей вливал более влётный голубей всегда у тебя голубей великолепно летает в основном это белые летают отличные одна там самка у тебя есть очень красивая ты селекция на ногах селк соседу танк селекция что-то он как-то это надо распорвать хорошая самка есть глаза красивые ну не возьми вот с нее сварусь это широкохвостный у тебя есть материал ну посмотри как но я скажу что влиять еще на глаз будет на память чем меньше участок вот вылетел он с дырки извиняюсь вот никуда не сядет а если вот такое большое большое место как стадиончик и еще голубяки более-менее похожи это ее может обмануть а сайт но если вот буквально вот два на два он поднимается садится на что так и оттуда вылетает этот голубь никого не сядет вот здесь ахбаши мы оставим вот под деревом ахбаши выходят на крышу все только туда садятся больше никуда они быстрее как и вот как бы это запоминает они лучше а когда ты поле гоняешь он идет на другую часть поля ему что поле зависит это не от генетически голубь зависит же а конкретно от мест содержания и корм важен наш голубь знаешь что он кушает может вкусно не вкусно одно дело он бегает за тремя бросает зерно там кто схватит кто-то схватит а другое лежит это дело это тоже зависит от этого воспитание ну я вот это четко усвоил за сколько лет тем меньше место содержание голубей откуда вылетает заметно заново прямо туда они лучше чем на большой там поселите не знаю что вода не поднимается красит круги его желтый лучи воспринимает а вот мне что нужно изменить нет вообще мои не садятся ну и даже садится тоже можно у меня пробивает когда долго летает он может сесть отсидеть две-три минуточки вот так и садится а учетку сам биле осы и он сагир это гоняет на другого Питомники, да? Восемь часов. Хочешь, поедем, посмотри? Поедем, посмотри. Питомники, да? Кеттилер, думан гельмадис, да? Как сегодня геляли? Сейчас время у нас... Не надо чай здесь выпили. Дядь Фай, время сколько? Я его прожил, он вместе с его трубой, я не сраблюшил. 6 минут 12. 6 минут 12, Голубей подняли 8. Ну, сейчас поедем туда. Поехали? Хочешь, поедем, посмотри, чем едем. 12 час.